шалом дорогие друзья итак глава гадашим заповеди все время говорят об этих заповедей но заповедь великая вещь и не нужно делать отдельный урок но в сути это такое предписание как связываться с творцом но есть кабале и другое еще что любая митсва любая заповедь ускоряет избавление то есть нам предназначено сделать там столько-то иметь возможность в жизни столько-то сделать хороших вещей заповеди сколько из них мы сделали мы притянули избавление сколько нет отодвинули вот такой баланс надо в него вдуматься берем любую заповедь возлюби ближнего как самого себя по-разному трактуется эта заповедь очень глубокая серьезно но раби сасова например говорил следующее что он понял значение этой заповеди из разговора двух подвыпивших крестьян в трактире они сидели хорошо выпивший один говорит другому скажет ты меня любишь он говорит ну конечно люблю а ты знаешь что мне нужно тут но откуда мне знать я же не знаю он и тут видишь если ты меня нас по-настоящему любил ты бы знал что мне нужно что я хочу понять тут есть о чем подумать есть как вот это пропустить через голову что еще смотрите берем митсву будет такую заповедь как соблюдай верный да не будет у тебя неверной гири там и так далее казалось бы экономическая такая заповедь но мудрецы говорят что человек нарушающий эту заповедь заповедь точных измерений демонстрирует что не верит вообще строгий надзор бога над происходящими деталями этого мира и следовательно отрицает все исход из египта и связаны с ним чудеса и прямой и частный надзор бога вы понимаете вот простая вещь то знаете вот испытание казалось бы все хотят уклониться от испытания в этом мире а обратите внимание вот на такую вещь какой из колен израиля было самым малочисленным никто никогда не задумывался колено леви в котором насчитывалось 22 тысячи человек в то время как самое большое колено иуда насчитывала семь четыре тысячи шестьсот в три раза больше три с половиной раза больше это удивительно ведь колено леви является наиболее важным среди колен его представители были слуги в храме там но божественные благословения не приумножило их то почему рамбан отвечает на это очень интересную вещь рамбан он говорит следующую вещь когда египтяне изнуряли сынов израиля тяжелым с трудом то есть были у них проблемы чтобы уменьшить их число бог их приумножал потому как он сказал увидим еще кто-то когда сказали уничтожим сло посмотрим кто останется но колено леви оно не попадало под приказ от труда они не вышли на первый день и не работали и поэтому размножались как обычно понимаете теперь вывод фараон освободил колено леви от каторжных работ у них не было этого нагрузки а без кризиса не было благословения фактически другие колено отреагировали на гнетка фараона чем скачком рождаемости тут тоже есть о чем подумать да так устроен мир ну и майс рассказ такой о тоже вот о любви ближнему знаете зачем-то же вернем запомнить только двух раби первый это был раби из кольна он приехал в бухарест в румынии и пек там мацу и раздавал всем людям каждый год раздавал еле хватало и теперь рассказывает эту историю я могу с именем немножко ошибиться рафыста сарта да и его сын рассказывает эту историю что папа меня вызывает перед песоком и говорит сходи к скольнерскому рыбы скажи что он дал тебе шесть штук мацы но так он всем дает три тебе когда скажет три скажет что не согласен я не понимал но папа сказал я пришел я пришел выставил огромную очередь папа сказал чтобы ты мне дал шесть лепешек мацы папа мой такой-то такой-то он говорит смотри ты видишь своими глазами эту очередь скажи папе что мне не хватает и по три так поэтому не могу я понимаю о чем говорит рабе говорю но папа велел мне ни в коем случае не соглашаться и брать только шесть рабе искольно был в смущении что делать ну затем он обратился если папа сказал вот тебе шесть штук все наступил вечер я вернулись из синагоги папа мой причем накрыть стол позвал меня говорит мышь возьми три мацы и отнеси рабе искольно скажи что я послал ему чтобы у него был на вечер сын я опять не понял но пришел крабе крутится там где спрашивают вон в комнате захожу знаете уребе у меня послание от отца он просил передать им три мацы ну боже какое как спасибо выяснилось конечно что рабе самого начала предвидел рады сарта что сколь раздаст все он раздаст все из не подумает о себе и останется без мацы на на седр и действительно так и произошло на практике эта история очень интересная ведь каждый человек если печет мацу он первым делом отложит себе три штучки а затем начнет раздавать другим это в любом случае огромное дело раздавать мацу и большую митцу сделал но рабе искольно был совсем другим у него направлена голова была совсем не на то он вообще себе не думал что испек то раздал от нас может быть не требуется таких вот как быть таким как рабе искольно но вот все-таки тот кто подумал о нем это уже нам намного доступнее брахава от слаха всего самого лучшего надо думать о заповедях всего самого лучшего